Собор Святого Петра на улице Ригас это не только центр религиозной жизни, но и центр Даугавпилса географически. Летом, когда все утопает в зелени, храм и прилегающая к нему территория радует глаз. Но как только листва падают, нашему взгляду предстает не самое красивое зрелище. Храм сегодня больше напоминает заброшенное здание. Некогда белые стены и колонны стали серо-зелеными из-за плесени. От свисающих веток дикого винограда пахнет гнилью, а корни деревьев ломают фундамент здания, который является памятником архитектуры. Кроме того, прошедшая недавно буря показала, что посаженные не одно десятилетие назад ясени и тополи представляют угрозу и жизни человека. Эту проблему нужно решать, причем очень срочно, пока собор еще можно спасти. Нужно немножечко хотя бы проредить, хотя бы уничтожить лишние ветви и дать немножечко храму вздохнуть, дать ему больше солнечных лучей и пусть он сияет и радует не только прихожан, но и всех гостей нашего города. И что самое важное, в этом году юбилей, большой красивый юбилей города, 740 лет. И поэтому к этому событию хотелось бы, чтобы и наша жемчужина Далгополса, центр нашего Далгополса, чтобы он тоже был более видимым. Для этого сюда были приглашены эксперты из управления коммунального хозяйства и городского строительного департамента, которые внимательно осмотрели деревья и вынесли свой вердикт. Больные или представляющие угрозу как строениям, так и людям деревья должны быть спилены в самое ближайшее время. Собор Святого Петра действительно зарос. Территория превратилась в джунгли. Из-за деревьев сюда не проникает солнечный свет, и как следствие в сырости начинает появляться плесень на стенах храма. Через несколько лет она может уничтожить фасад. Кроме того, корневая система разрушает фундамент здания. После вырубки старых и больных деревьев на освободившейся территории будут обустроены цветочные клумбы. У нас уже есть такие люди, которые заинтересованы, которые готовы работать и помогать. И в соавторстве, скажем, с властями нашего города уже разрабатываются кое-какие идеи, чтобы и здесь, на нашей территории, и зелень была, не только зелень, чтобы цветочки были, хорошие газончики, красивые. Строительство костела Святого Петра началось в 1845 году, а спустя три года он был освящен. В 1920-30-х годах прошлого века была проведена масштабная реконструкция. Над зданием был сооружен купол. От главного входа вправо и влево построили колоннаду, которая замыкается двухэтажными флигелями. После этого храм стал напоминать уменьшенный собор Святого Петра в Ватикане. В июне 1941 года перед главным входом упала бомба, повредив фасад и крышу здания. После войны верующие вернули костелу его прежний вид. В начале 60-х годов храм хотели снести, однако жители Даугавпилса обратились за поддержкой Ватикан, и собор удалось отстоять. Теперь появилась новая проблема, и если ее не решить, мы можем потерять храм. Но, как заверил нас Михаил Севицкий, в ближайшее время коммунальные службы приступят к работе. И, скорее всего, к июню территорию удастся привести в порядок, после чего можно будет начинать и реставрационные работы.